Девушки отдыхают 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 А все потому, что А плюс Б равняется С, не больше и не меньше, но нас начали убеждать, что все не так просто, и тогда в ход пошли интегралы, дроби, вынесения за скобки и прочие ненужные манипуляции, скрывающие из глаз долой очевидное. А именно, если бы 40-летний уже Мэй Уэйзер узнал о поединке, скажем, за неделю до выхода в ринг, а в бою использовались 4-унцевые машные перчатки, я бы, наверное, тоже принялся многозначительно чесать репу и гадать, чья все же возьмет. Но, извините, речь идет не о ком-нибудь, а Мэй Уэйзере, который совершенно точно начал серьезную подготовку к этому бою еще до того, как первый слух о возможном противостоянии с Макгрегором донесся до первого инсайдерского уха. О том самом Мэй Уэйзере, который дорожит своим ноликом в графе поражений наследием не меньше, чем многомиллионным достатком. Предельно мотивированный и идеально готовый физический Флойд может пропустить шальной удар соперника, но эта локальная неудача в итоге все равно померкнет на фоне того, что он проделывается панирующим. Это может быть как нокаут, так и победа по очкам, причем довольно унылая. Мэй Уэйзеру всегда было все равно, и вряд ли что-то изменится на этот раз. Пусть судят, если хотят. Победа и много-много миллионов все равно достанется ему, а остальное вообще, в принципе, не важно. Хотите в самом делешной интриге, тогда вам не сюда, только если вы не любитель самообмана и самонадувательства. Но видит бог, случаи бывают разные. И второе, на чем хотелось бы остановиться. Я, если честно, совсем не понимаю те, кто на чем свет стоит, критикует это событие и горлайнит о каком-то огромном вреде боксу. Фукционер-то ладно, их можно понять. Они бы и сами хотели запустить в руку эту баснословную кассу. А зависть, выдаваемая за обеспокоенность состоянием дела на всеобщем боксерском рынке и внутренней боксерской кухне, хоть как-то скрашивает скверное настроение жадных дельцов. Хотя на самом деле разговоры о вреде и уроне боксу кажутся настолько притянутыми за уши, что уши эти не ровен час отвалятся от перенапряжения. Сейчас тема бокс против ММА действительно популярна. Но вот увидите, этот тренд сойдет на нет ровно тогда, когда несколько подряд поединков по правилам бокса завершатся легкими победами боксеров, а ММАшники, напротив, не оставят шансов оппонентам по правилам смешанных единоборств. Вот тогда все станет на свои места и каждый отправится дальше путешествовать по своему руслу. Болельщики же все больше сетуют, что это мол не бокс, а цирк. Ну допустим в какой-то мере, хотя лично у меня нет ни малейших сомнений, что театр закончится ровно в тот момент, когда оба окажутся в одном ринге. Ну а что собственно плохого в цирке, если не считать жестокого обращения с животными, сейчас не об этом. Такое впечатление, что кто-то заставляет платить за билет на трибуны или просмотр в прямой трансляции по телеящику. Не хотите – не смотрите, хотите – игнорируйте, а потом волю язвите и обильно разбрызгивайте токсины на просторах всемирной паутины. Дело ваше никто, как говорится, не запрещает. Но ведь все равно ж посмотрите. Причем подавляющее большинство сделает это, принеся в жертву здоровый воскресный сон. И я даже догадываюсь, что именно вы там увидите. В любом случае приятного просмотра, с вами был Антон Горюнов, подписывайтесь на FightArt, читайте в ринге ком и любите бокс во всех его провелениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok